Сдал наступалов действительный или тебе по Олимпиаде засчитали? Сколько? Ты зарабатываешь? Был небольшой скандал. Шарлатан-декан у них на факультете. Боже мой. Даже моей маме слали письма. Пока они не умерли от голода, достаем. Послали письма там в 300 университетов. Всем привет! Это воскресный подкаст. Меня зовут Глеб Соломер. А со мной сегодня очень интересный гость Руслан Салимгареев, который был известен 3 года назад тем, что набрал 400 баллов по ЕГЭ по 4 предметам. И также написал на 100 ДВИ. А также со мной сегодня мой временный соведущий Азад. Он был в прошлом выпуске. Ссылка будет в описании. Там было про Вышую школу экономики, ФКН, ПМИ. И я думаю, сегодня будет очень интересный диалог. И первый вопрос. Руслан, где ты сейчас учишься? Я думаю, все знают, но вдруг кто-то не знает, и лучше озвучь. Да, я учусь на факультете биоинженерии и биоинформатики в МГУ. Это маленький такой факультет, но считается одним из самых сложных. И для поступления, и для учебы. И еще я сейчас окончил первый курс в ШАДе. Это школа анализа данных Яндекса. Тоже известное в узких кругах место. А вот сейчас широко известно наш прошлый выпуск про ШАД. Действительно, теперь-то уж точно. Так, а ты на каком курсе учишься, получается? На ФББ окончил третий курс, и в ШАДе первый экватор одновременно там и там наступил. Потому что учеба на БиБи – это 6 лет, а в ШАДе 2 года. У вас 6 лет? Ничего себе. А у вас есть там специальности, кафедра? У нас нет ничего такого, потому что факультет маленький. У всех одно направление, которое называется биоинженерия и биоинформатика. Людей иногда смущает, что на первом этаже висит информационная доска с подписью кафедры биоинженерии. Но это кафедра биофака, а не наша. И первокурсники, которые думают, что есть потом разделение на биоинженерию и биоинформатику, вскоре понимают, что такого нет. И курс и так маленький, поступает 55 человек, а сейчас вроде бы с реформой на школы и того меньше. А реформу еще не приняли уже вроде? Еще не приняли, но уже в этом году у нас число бюджетных мест сократили до 30-27 в новом наборе. И, соответственно, финансирование факультета уменьшилось. А вы в школе с биофаком, получается, будете? Или еще как? Ну, биофак, он разделяется, соответственно. Там же ведь два направления – биология и экология. Мы входим в одну школу с биофаком, биологией, по-моему, еще биотехнологией, может быть. И какая-то часть психфака. Вроде бы с психфаком. Наверное, почвоведение еще будет. Да, точно не помню. Но у почвоведов тоже есть экология, которая отходит... Вместе с экологией географического факультета вроде бы. Ну, все могут посмотреть этот план, который был опровергнут или там как-то частично подтвержден. Да, да. Я какого-то четкого плана еще не видел. Это, я думал, мифы, честно говоря. Где ты учился до этого? До МГУ я учился в 179-й школе в Москве. Интересно, что было почти две разных школы, если по документам смотреть, до класса до 10-го. Учился в школе 179 Московского института открытого образования. А потом она стала муниципальной просто школой. От института отделили. Произошел развод. Там какие-то бюрократические тонкости. Это седьмого класса. Первые шесть лет учился в Химках в 13-м лицее. Ну, такая достаточно обычная школа. Районная, подмосковная. Считалась хорошей, ну, как по масштабу моего района. А в какой момент ты решил перейти? Я участвовал в Олимпиадах, вот в математическом празднике. В частности, в шестом классе там диплом первой степени получил. И мне просто прислали письмо на домашний адрес с приглашением принять участие в вступительных испытаниях. Мне было так страшно. Это в Москву ездить, там учиться потом. Потом весь мир меняется. 12 лет было, но родители и старшие сестра уговорили. Такое важное решение. Социальный лифт поступил. Не очень сложно было, честно говоря. А там какой конкурс был примерно? Сложно сказать, но, наверное, больше, чем в МГУ в среднем. Но меня освободили от экзамена по нестандартной математике, потому что на Олимпиаде я хорошо себя показал. Но было устное собеседование, на котором устно надо было такие задачки сдавать. И экзамены просто по русскому языку и математике. Не знаю, зачем они. Не знаю, чтобы просто общий уровень, наверное, выявить детей, которых набирают в школу. Но вот на собеседовании я решил достаточно много задач. И вроде бы хорошо их рассказывал, понравилось учителям. А то есть ты уже изначально сильный ученик, поступал туда? Да, нас спрашивали, не боимся, что далеко ездить. Нет, было нормально. И схема, где я жил, можно было за 15 минут до метропланерной добраться. И там как бы дорога до школы занимала час в одну сторону всего. Это где-то у Красной площади, по-моему. Да, на метро охотный ряд находится. Всего час? Ох, что-то Москва. Ну, в МГУ было ездить дальше, вот открыли желтую ветку, стало чуть поутомнее. Я все равно съехал по документам на нашу вторую квартиру, чтобы в общаге жить. Ну да, я хотел тебя спросить. Я с тобой в DSL, честно говоря, пересекался пару раз. Но я просто видел тебя. Лицо было знакомое, потому что видел по новостям. Вот, я хотел тебя спросить, как тебе вообще DSL в целом понравилось жить в общаге? Ой, DSL 6 лет и 3 года из них. И там живу я в одной и той же комнате, но теперь перееду в другую. А ты в двушке? В трешке. Как это тебе двушку не дали? Ну, как не дали, я не хотел. Мои соседи самые любимые. Ничего себе. Мы хотим вместе продолжать жить. И съезжаем тоже в трешку, но побольше, знаете. Там корпус В, есть такой угловая секция. И там такие трешки, где три больших стола, простор два окна. Азат не знает, наверное, да. Я не был в МГУ ни разу, в общаге тем более. Ну, кому интересно, можете на Яндекс.Панорамах каких-нибудь посмотреть или приехать на метро Раменке, там, 10 минут пройтись. У меня история одна с DSL была. Я сидел у себя в комнате, решил в окно посмотреть. И я на 15-м этаже жил. Смотрю в окно, а прямо передо мной квадрокоптер из-за летает. Это было жёстко. Да. Да. Но вот состояние в целом. Постоянно что-то ломается. Самые дешёвые там стулья, у которых кожзам трескается. Кран постоянно течёт. Но говорят, если кран... Ты душ не менял? Течёт. Не менял, но... Нет ещё. У нас переключатель крана и душа сломался. Нам его заменили на такой же смешной, как просто обрезанная вертушка от крана. Что? Первый раз, когда увидели, так смеялись и показывали соседям. Они тоже смеялись. Просто кран с тремя ручками. И в этот момент ты подумал, надо в другую комнату переезжать. Нет, мы просто соседи хотели попросторнее. Мне нравится, я цветочки выращиваю на южном окне, который солнце любит. И мы переезжаем в принципе тоже окно почти южной экспозиции. Там будет немножко не так жарко, потому что всё-таки с вентиляцией проблемы в июне бывают. Да, да. Ты сейчас досол живешь. Ну, сейчас мне надо сдать комнату, практика кончилась, и поэтому я вывожу вещи в химки, которые могу... Ну, соседи продлили на август, поэтому часть оставлю, которые им будет легче перевезти. Ну, так вот, будни. Ну, в общем, хорошо, что там всё как бы можно поддерживать в состоянии каком-то приличном пока что, но видно, что самых дешёвых материалов очень много было использовано. Штукатурка там трескается, хоть стены перекрашивают и дезинфекцию проводят. Там иногда муравьи появляются у нас. А они разве когда-то уходили? Они там вечно живут. Но они в прошлом году только у нас появились. И они... Вот чешуйницы были всегда, а муравьи так набегами, и мы их быстро травим борной кислотой. Ничего себе. Просто я не жил никогда в общаге такого уровня, где там были тараканы, и для меня это очень страшно. А у нас не было тараканов. Ты видел тараканов? Нет, у кого-то, я знаю, точечно в комнатах кто-то в шкафу себе разводил, и там всё протравливали. Ладно, ну муравьёв, наверное, просто. Ты не думал съезжать вообще из общаги? Ну как-то вот. Ну... Подумывал, знаешь. Точно не к родителям, но на съёмную квартиру, может быть. Так же втроём съехаться. Ну да, вот, например, так. Ну да, там или... Не знаю. Не хочется? Ну, пока не хочется. Как бы со своими соседями в общаге нормально, и квартира будет намного дороже. За общагу ты же платишь 1200 рублей в год. Ну да. Сейчас тут такой дзинь цифр. Четыре рубля в день за десять месяцев. Да, это стоит того. Руслан, а как ты поступал на свой факультет? То есть по каким? Олимпиадам или ЕГЭ? Как будто кто-то не знает. Ну, я сдавал физику, я сдавал, но не поступал по ней. А давай ты расскажешь всё, что ты сдавал. Я сдавал вначале информатику, кажется, это был вообще первый экзамен, за него меньше всего баллов. Нам просто полгода к нему готовили. Я положил к нему сдавать. 82, да? 83 вроде. Там надо было бы, наверное, апеллировать. Не знаю, что там, где не разобрался. У меня даже за код там неполный балл поставили. Не знаю. Но не смотрел, было неинтересно. Он тебе не нужен был, конечно. Да, математик, русский, биология и химия. Ну, по математике и русскому было не очень страшно сдавать со сервисами. По химию я подсуетился, смог, когда я ещё решил за полгода поступать, можно было поучаствовать в МОЖ по химии. У меня был диплом третьей степени. Если что, 75 баллов мне обеспечили эти 100 на вступительном. И биология по ней была страшнее всего. Я даже целый месяц ходил к репетитору вроде. Жесть. Прогнал там эту программу, вопросы. И даже до экзамене мне пришлось в туалет выходить, потому что что-то было плохо, кажется. Или перед там, или не помню во время. Было, наверное, страшно. Всё как-то перепроверил. Биология была уже последним там. Поэтому на ней как бы всё было как привык. Что там, да. Ну, физика, информатика, те, которые я сдавал, они мне были не нужны для поступления. Физика у тебя 98. Да, и так получилось как раз, что и за них, и не 100. Там физики тоже не посмотрел. Мне в одной из задач там сняли один балл. Давай зафиксируем. Математика, русский, химия. И биология. У тебя сотки. Да. И ещё ты ДВИ сдавал в МГУ. Да, ДВИ сдал на 100. Так впечатлило нашего декана. Говорит, вот экзамен Мехмата. Всего 7 человек на 100 баллов. И вот один из них наш абитуриент. Вау. Я же с тобой в один год, получается, ДВИ сдавал по математике. И у меня почти 80 было. Я геометрию не решил. Но я последнюю там не решил, но я не обязательно был. А ДВИ это? Это дополнительное вступительное по математике в МГУ. Прикольно. Оно единое, то есть на все факультеты. На разные факультеты просто разные предметы. Вот у нас математика была. Слушай, мне всегда было интересно, а что вообще происходит на ЕГЭ по химии? Я понимаю, в каких-то общих рамках, там, наверное, есть теорчасть, наверное, эксперимент какой-то. Нет, это на ОГЭ вроде бы бывает эксперимент. По физике я знаю, что пружинку надо подвесить. А нет эксперимента? Нет, есть задачи. Просто как на физике. Забавно. Может быть, сейчас что-то поменялось, вы знаете. Я же сдавал три года назад это все. Ну да, давненько уже. Уже даже. Уже лды, получается. Правила приема в ВУЗы. Порядок поступления в этом году уже новый вступил в силу. Все это вот про пять ВУЗов в три направления, и две волны утратило силу. Теперь нет никакой второй волны. Что? Знаете, в этом году. Всех в одну волну берут, кроме новой ВВИшников. Это я в шоке. Я не знал просто. Я как-то забыл на год про это все, а все мои друзья из новых молодых поколений, они имеют все рост, поэтому я как-то вот не интересовался. Руслан, как ты совмещал подготовку к шести предметам, и при этом ты вроде в лагеря всякие разные ездил? Ну, я по сборам очень много ездил. На самом деле, там я как-то психологически... Ну, у меня был такой классный руководитель до 11 класса, который считал, что вот там куча олимпиад, не стоит ездить в ущерб полноценной учебе. Там вот в сервис он понимает, что хорошее мероприятие для поступления полезное, и в целом там как бы достаточно уважительно к нему относятся. Ну, конечно, мало для школы. А уже там кто на межнар едет, он недолюбливал, что они по сборам там мотаются, пропускают его уроки физики. Он им тестики давал уже просто в 10 классе, пока не подходили к нему раскаяться, что они хотят нормально заниматься. А у тебя олимпиады по каким предметам были? Ну, именно все раз? По математике, физике, астрономии и по русскому. По астрономии, значит, ты, возможно, знаком с Сашей Захарковым, да? Да, мы там пересекались. А ты в Сириусе не был? В Сириусе было два раза, давно, в 15-м и 16-м году. 15-й год там вообще, это был самый первый год, и я был на второй вообще смене всего Сириуса по физике. Это был как бы финал олимпиады Максвелл, но так как когда проходил Максвелл, этого еще не было всего. Это была другая олимпиада, называлась имени Столетова. А в 16-м году к вам Путин приезжал, по-моему? Или это другая смена? Другая была смена, а я был раньше. Ты был? Я был на смене в 15-м году, в сентябре, там приезжал Путин, играл в хоккей. Но Путин, видимо, каждый год приезжал. Ну, наверное, может быть. Я просто потом больше не встречал, кажется. Ну, в 16-м я был на сборах по математике, там всех призеров из 9-го класса со Сироса взяли. Мне понравилось в целом, но там конкретные места не очень понравились. Я так занимался средненько, туры эти рейтинговые писал тоже как-то. Ну, нормально, но не так, чтобы очень. Ну, я понял. Да, и карьера в олимпиадной математике меня не сильно интересовала. Вообще, я еще не очень понимал, что мне нужно. Но тебе это легко давалось в целом, по ощущениям? В целом, ну, надо было больше намного решать. На сборах по математике было, конечно, не очень легко, потому что там сидишь и не конвертируется напрямую потраченное время в задачи, а только через там какой-то порог. Нелинейно все идет. А тебе заплатили что-нибудь за призерство? Да, каждый год там повышали. Первый год... У меня за московскую был приз, за восьмой класс там по химии был диплом первой степени, по математике второй. И там платили 50 тысяч с вычетом налога 13%. Потом Путин давал за все расы еще в шестнадцатом году. И это был первый год, когда премии стали суммироваться. Я получил за два диплома победителя по 60 тысяч и 30 за призера. В следующем году путинские премии кончились, но давал Собянин. У меня было четыре диплома, но мне дали всего за два, кажется. Почему? Ну, в приказе мэра Москвы, в указе мэра Москвы написано, что при множестве результатов учитываются два наилучших. У меня был один диплом победителя и три диплома призера. Я получил 200 тысяч за диплом победителя и 100 тысяч за диплом призера. И в следующем году премии повысили, у меня было три диплома призера, я получил по 150 тысяч за каждый из двух дипломов призера, которые учли. И получается точно так же, как в 10-м классе суммарно вышло. А как ты готовился к Олимпиадам, помимо лагерей? В школе ходил на какие-то кружки по астрономии, например, у нас хороший. И по математике, я не помню, по математике, я вспоминал, наверное, какие-то олимпиадные темы самостоятельно. И из того опыта, который у меня был, я примерно понимал, и вообще среда, одноклассники всегда могут подсказать, что там еще бывает. И потом в школе, когда столько предметов, вы разбираете задачи с олимпиад в том числе, и представляете, что там бывает. По физике задачи очень похожи на те, которые были в школе на олимпиаде. Может быть, мы в школе такие серьезные задачи решали. Особенно в 9-м классе вообще я просто пришел на сервис, и там теоретические туры, это какая-то просто итоговая контрольная. Это в 179-й так жестко. Да, это мне так показалось. Ну, на самом деле, у меня классный руководитель вел физику, вот у него было так, а в целом уровень физики у нас в школе не такой вот прямо, такой заоблачный. У нас вроде бы в основном по информатике, как бы призеры по математике и по русскому языку. А почему русский язык? Русский язык у нас просто есть кафедра лингвистики в школе, и поэтому так получается. Там ведь русский язык — это не только филология какая-то, но и лингвистика, в смысле, уже там какие-то законы, логика. И на все раси тоже это важно. И вообще в том году, когда я взял диплом призера, был небольшой скандал. Сборной Москвы, так понимаю, на сборах слили теоретический тур, задание. Им подмешали какие-то задачи на сборах, а я не был на сборах. И тогда за второй тур... Ну, жюри поняли это. За второй тур баллов взяли с двойным коэффициентом. А я второй тур написал лучше, чем первый. И, соответственно, поднялся в рейтинге за счет этого. Руслан, какие ты можешь дать советы людям, которые собираются заниматься олимпиадами? Мне кажется, нужно расставить приоритеты. В плане, например, у меня была такая школа и такой класс конкретно, где к олимпиадам готовили хорошо, но это было как бы не первостепенной задачей и не очень приветствовалось, если ты постоянно где-то разъезжаешь. И при этом есть такие школы, где, наоборот, как бы все нормально, если ты полгода отсутствуешь на каких-нибудь сборах и олимпиадах. И вот, то есть, помимо того, чтобы выбрать школу, где можно было хорошо заниматься, важно, чтобы там не требовали постоянно какой-то отчетности, какого-то присутствия. И психологически это тоже будет намного проще, потому что я такой обязательный человек. И не то, чтобы прямо комплекс отличника у меня, ну, по крайней мере, сейчас точно нет, но в школе мне просто казалось, что проще делать все, чтобы вот ко мне просто уже не придирались и отстали, наконец. Я лучше вот выполню задание и сдам, чтобы ко мне не было каких-то дополнительных вопросов, потому что общаться в какой-то там неформализованной обстановке, внеурочной, с учителями лишний раз не хочется. Да, да. Это, знаешь, то же самое, что заниматься в течение семестра, чтобы потом автомат получить, чтобы уничтожить в уроке. Да, я хожу на пары, в основном, и там получаю много автоматов. Но в МГУ это можно. Слушай, а почему не информатика просто? У тебя там есть, как мне кажется, математика и физика самые такие прям... Все разы с самой высокой конкуренцией среди вот всех остальных. А почему не информатика? Вот как-то вот так сложилось, ты пошел в шат, у тебя есть какие-то знания по информатике в целом. Почему не по нему и не в сервис? У нас в школе была хорошая информатика. Ну, в основном с девятого класса была именно у меня, а как бы с шестом, там седьмом, когда мои одноклассники начинали заниматься этим уже более серьезно, которые потом ездили на сервис. Мне еще было не очень интересно. Я в муниципалках участвовал, там седьмой, восьмой классы даже. Кажется, 500 баллов набрал. Там в восьмом классе типа все задачи решил на сто, там на плюсах написал вот эти вот какие-то основы, которым нам нас научили. И, ну, это прям сильно не увлекало. И мне казалось, что и так всего достаточно. Я и на эти олимпиады не очень хотел ехать по астрономии. Там я не пришел на школьный тур в первый день. Для меня сказали, ну, приходи вот в резервный день. Ну, школьный тур не очень строго. И, ну, просто там по математике давали всем написать школьный тур, и там чуть ли не всем говорили, ну, вот, пожалуйста, у вас все нормально, идите на муниципалку. Ну, то есть как-то вот по сервисам эти математика и физика автоматически получалось дойти до сервиса с моим уровнем. А родители тебя как-то поддерживали в этом олимпиадном движении и так далее? Что-то подсказывали, возможно? Ну, родители скорее не мешали, и мама говорила, может, ты там постараешься и на межнар поедешь. Но по физике в 10-м классе там отборно, в 10-м классе как раз я сильно перенервничал. Мне ничего не хотелось уже. Я поехал в том году на 4 в сервиса. И, ну, я стал на физике призером, причем так до апелляции у меня даже не было 50% баллов. Слушай, мне вот сейчас кажется, что ты так успешно сдал ЕГЭП, потому что ты именно свою психологию прокачал, когда ездил на вот эти вот олимпиады и так далее. И, возможно, когда ты пришел на ЕГЭП, ты уже был как-то больше психологически к этому готов. Да, вообще... Мне так сильно нервничал, возможно. Скорее чувствовал себя выше там половины экзаменов, потому что, если что, мне 100 баллов по сервису все равно поставят. Там по математике, по русскому, неважно, даже 75 там не нужны. Просто приносишь диплом, тебе все равно засчитают 100. И меня поэтому иногда спрашивают, а что, а ты сдал на 100 баллов действительно или тебе по олимпиаде засчитали? Если бы мне засчитали по олимпиаде, то новости бы про меня не писали, потому что таких людей много достаточно. Кстати, ты не знаешь, кто-нибудь повторил твой рекорд? По-моему, нет еще. Да нет, повторяли не один человек там каждый год. В этом году один человек вроде. Кажется, два уже даже. Там просто был... Нет, именно четыре предмета на сутки. Ну, четыре, да. В прошлом году было три человека. В этом, кажется, два было, мне кажется. Но я читал про школьницу из Ростовской области. Но первый ты, по-моему. Я первый при Кравцове. Там был еще в 2013 году человек. Но, простите, этот случай широко не освещался, потому что темы ЕГЭ в 2013 году были в основном сливы. Новости были про это. А как ты думаешь, почему именно твоя новость так захайпилась и все обсуждали? Ну вот, я первый четырехсотбальник Кравцова. А. И поэтому Рособорнадзор это все активно продвигал. Вот смотрите, как мы со времен 2013 года улучшили всю систему, что у нас уже люди по 400 баллов набирают. Руслан, а ты можешь дать какие-то советы ребятам, которые собираются только сдавать ЕГЭ или начинать подготовку к ним? Или, возможно, ты скажешь, что не нужно к ним готовиться, нужно к перечневым сейчас максимально? Ну, это зависит от человека, конечно, его планов. Мне кажется, просто нужно готовиться достаточно заблаговременно. Это за сколько? Ну, поставить себе планы какие-то за несколько лет желательно. Не у всех получится там за полгода решить и прям перед выбором, и какие экзаменты будешь сдавать. А, и хочу поступать на ФББ, значит, биология и химия. Ну, там физика и информатика для галочки можно. Да, да. А в целом про подготовку что-то можешь сказать? КИГ. Ну, мне кажется, нужно, да, и готовиться, и посвящать как бы время тому, чтобы иногда чувствовать, насколько хорошо ты продвинулся и насколько ты уже готов, и что действительно все у тебя достаточно неплохо. Ну, просто, правда, ведь важна действительно психология. А ты пробники какие-то прорешивал или что? Да, я по химии, по биологии прорешивал, и по химии я по ним видел, вот сколько мне еще нужно там, какие темы повторить в основном. И, ну, конечно, пробники специфику ЕГЭ показывают, что какие-то там бывают странные вопросы и что примерно ожидать. А на сколько фактор удачи влияет, как думаешь? Ну, вот примерно настолько, что у тебя 98 будет по физике или 100 по химии. Если ты хорошо готов, то примерно, я думаю, это так будет. Слушай, мне вот, как человек, который не сдавал ни одного ЕГЭ, да, если вы знали. У тебя бы вы, да? А я не приходил даже. Нет, а как? А, мой год, коронавирусы. Я знаю, да, ну, типа, как можно не сдавать ЕГЭ, и только вот в 20-м году можно было не сдавать и получить эти стат. Да. Короче, мне очень интересно вообще, есть такое публичное мнение, что ЕГЭ – это скорее заучивание чего-то, чем вот, ну, интеллектуальная деятельность. Ты вот, как ты считаешь? Ну, кто видел ЕГЭ по математике, тот потом как бы… Ну, я бы скорее не про нее, а математике понятно, что там все одно и то же, и в целом не так сложно. Нет, ну, я имею в виду, что все одно и то же, но при этом люди все равно не могут это решить. И заучивание, конечно, формата такое и какие-то helpful tips, типа вот посмотрите, как там в каком-то порядке на варианты, вычеркните самые очевидные или там пройдитесь по вопросам. Ну, как на Олимпиадах. Понятно, что натаскивание есть, но ведь экзамен, там, вопросы не все очевидны. И есть, конечно, ну, какие-то, которые потом будут спорными, и, к сожалению, там, нельзя подавать апелляцию на вопрос или на задание, как-то так, не помню уже точно. И еще часто, если ты из какого-то лицея, то ты знаешь такие теоремы, которые не входят в обычную школьную программу. Но их нельзя использовать. Да, и их нельзя использовать, поэтому нужно быть очень аккуратным, так скажем, когда ты, допустим, геометрию какую-нибудь решаешь. Да, там не степень точки, а лемо, там, а секущие касательные. Боже мой. Вот, и мне кажется, именно поэтому очень влияет психология. А для того, чтобы прокачаться, ну, в плане своих нервов и так далее, нужно вот как раз ходить на перечневые олимпиады или на все расы, как у вас получится. Да, в общем-то, я за эти годы особенно тогда в 18-м очень много советов надавал. Такие там тоже были. А ты в целом как себя оцениваешь? Ты нервный человек или более спокойно к ситуации относишься? Я вообще флегматичный человек, я в основном отношусь к ситуации спокойно, не волнуюсь по поводу чего можно не волноваться, но там волнуюсь иногда по поводу того все равно, по поводу чего и не стоило, можно было бы быстрее решить и забыть. Там что-нибудь кому-то обещал, там кому-то написать, и там три дня не пишу, и все это висит, каждые там два часа вспоминаю и нервничаю. Руслан, а почему ты пошел именно в МГУ? Я, насколько знаю, тебе даже из Вистеха звонили. Ой, да там из Вистеха даже моей маме слали письма такие, что не идите там. Шарлатан-декан у них на факультете, он, Руслана, только для своего бизнеса хочет взять в рабство и... Он вроде старением, да, занимается? Ну да, у нас на факультете занимаются старением тоже. Ну вот просто действительно есть бизнес по ионам с Кулачева, и там деньги вращаются, но, конечно, меня никто к этому не привлекал. Это все чепуха была, но... Очень смешно в целом, конечно. И мне просто интересна молекулярная биология, и я как понимаю, что на моем факультете очень хорошо этим занимаются, и ее преподают, и можно погрузиться в тему одно из лучших мест в России для этого. А ты когда шел в университет, мне кажется, ты многое не знал о нем, ну то есть... Да, это правда, но скорее я многое не знал о Фистехе, а в принципе, что я ожидал от моего факультета, оправдалось. И полевые практики, мне очень хотелось там съездить в Зенигород на Белое море. Белое море, к сожалению, не получилось. А в Зенигород ты ездил? Да. Да, мы с Русланом вместе ездили в Зенигород, правда, в разные годы. Да, жили в одном и том же домике, наверное. Да, скорее всего, кстати. Слушай, расскажи про полевые практики, потому что вот мне, как человеку, не из тусовки вообще непонятно, что там происходит. Вот когда практика у биологов или у нас, у нас тоже биологические практики, мы там ходим. Допустим, зоология позвоночных. Смотрим в бинокль на птичек, смотрим там, где кто как покакал, какие следы оставил. Нам лекции еще читают про то, какие виды в Подмосковье встречаются и какие у них признаки ставим. Там живоловки, в которые там землеройки какие-нибудь попадаются потом, пока они не умерли от голода, достаем его. Смотрим, там измеряем и отпускаем. Ходим на станцию кольцевания, где нам птичек дают потрогать, правильно там держать. Показывают, там рассказывают про кольцевание, как научный метод. А сколько месяцев вы примерно там? Ну, биологи там 8 недель или больше, а мы всего там 4 недели неполные. Вот меня поразило, когда я ездил в Зенигород в этом году, что к нам приехал Дробышевский, и это было очень круто для меня. Ну, я думаю, многие знают, кто нас смотрит, известный антрополог. Да, но в МГУ такое бывает, вот Дробышевский, а потом оказывается, что он на биофаке работает. Или Николай Николаевич Дроздов, он ведь профессор... Географического, да. Это круто. Вот сейчас с текущим опытом, ты бы все равно выбрал МГУ? Или, возможно, пошел бы в вышку, где учится АЗАД на ФКН, ПМИ? Ну, я думаю, что на ПМИ я бы пошел скорее на ФИФТ, МФТИ. И вообще, если бы я шел на ФИФТ сейчас, то я бы пошел на ФИФТ. А после этого, возможно, в магистратуру какую-нибудь Скалтеха, например, по биоинформатике тоже. Тоже очень неплохой вариант. У вас хорошая вообще математическая база на факультете? У нас, я бы сказал, что такая средненькая. Кому как бы кто шарит, тот шарит. А кому это не надо, кто будет в пробирке там раскапывать белки и центрифугировать. Ну, тоже база дается, как бы усваивают там интегралы. Ну, наверное, мне нравится сравнение, как там на ФКН, на непрофильных потоках. Там ведь есть пилотные там по математике и по программированию группы, или как это называется. А есть обычные, вот, наверное, сравнимо с уровнем вот этих вот обычных групп ФКН. А ты до сих пор белками жуков занимаешься? Вот сейчас я сменяю лабораторию как раз в ШАДе. Мне нужно сделать проект по анализу данных. Смотри, сейчас ты пришел в школу анализа данных от Яндекс, да? Да, вот уже второй год я там буду на втором курсе на моем направлении анализ данных в прикладных науках. Нужно делать курсовой проект или даже дипломный, потому что в ШАДе на втором курсе получаешь диплом по анализу данных. Его можно совместить с курсовой в институте, в университете. И это хороший вариант, потому что это все требует очень много времени и сил, вложений. Сложно поступить в ШАД было? Да, я много нервничал. С первого курса еще хотел поступить, но все прошло достаточно нормально. С первого раза поступил, хотя там, может быть, не очень много баллов набрал, но мне хватило. Там контест был очень гробовой в том году, и я одну задачу решил, но меня взяли, я по математике там где-то почти половину решил из варианта. На дистанте все затехал это. Отправил как бы не рукописные листы, а PDF-ки сверстанные. Так по ощущениям, что ты достаточно сильно сейчас направление меняешь. С чем это связано? На самом деле все-таки я как бы из биологии в биологию просто немножко другие данные. Кстати, картирование, прочтение ДНК и РНК – это то, с чем я работал на втором курсе с жуками, и с чем я буду работать, если мне одобрят эту задачу в ШАДе. Так что методы молекулярной биологии примерно те же самые, вот какие-то вычислительные подходы уже скорее другие будут. Вот старая задача с белками жуков – это там вот на основе данных секвенирования подсчитывал экспрессию генов, то есть насколько там активно тот или иной ген считывается и переводится в белок. И потом смотрел еще на взаимосвязь филогенетическую, то есть эволюционно, как эти белки развивались у данных жуков. А сейчас, если все будет хорошо и мне одобрят задачу, я буду с данными РНК-секвенирования рибосомного профайлинга работать. Это такой метод, где оценивают то же, как гены превращаются в белки, останавливая на РНК рибосомы в процессе синтеза белка, и смотрят, в каком месте рибосома остановилась, он прочитывает это место РНК путем просто разрушения всех остальных мест. Вот сейчас уже сложно стало. Я просто знаю, что рибосомы белки делают, что такое РНК. Ну, они делают белки, а информация при этом в РНК. И вот эти РНК я обрабатывал, прочтение, чтобы понять, сколько их, как бы количественно, какого белка скорее больше производится у жуков. А здесь я буду смотреть, как именно в каких местах были рибосомы. И буду оценивать скорость, с которой рибосомы двигаются. Немножко отличаемся от данной темы. Ты рассказывал за кадром, что ты в 239 ездил. Можешь рассказать, зачем? Да, мы просто ездили в Питер на весенние каникулы с классным руководителем. Это 179-й. Да, и 179-й школы. И у него же есть там связи в 239. И просто мы ночевали в спортзале. Ходили днем по Питеру, ели в столовой. Спортзале 239. Да. Он нам еще в 239 показал фильм «Мой класс». Ну, Еременко, кто знает. Ну, я, по-моему, смотрел. Да, там вот. Мы подали там, послали письма там в 300 университетов по всем Соединенным Штатам. Из всех трехсот нам ответили. И там из каких-то ответили, что не могут нас взять. Или наоборот. Все написали, что приезжаете. Не помню, но просто запоминающиеся моменты из фильма, которые еще обсуждают. А вы где смотрели его там? Ну, в каком-то кабинете. А. На проекторе. А вас Максим Яковлевич встречал? Нет, Максима Яковлевича я в Сочи-Сириусе только видел. А. На сборах. А вот сейчас опять отвлечемся. Вот ты после шада собираешься связывать свою работу с IT-компаниями? Там Яндекс или что-то такое? Мне бы все-таки хотелось, конечно, что-то такое более биотех или фарм. А ты в этом видишь будущее? Или почему? Или почему тебе именно это интересно? Ну, и будущее вдохновляет. Это меня все-таки. Я считаю, что раз пошел получать такое образование, надо попробовать как бы и работать, и применить его. Мне именно это интересно, а то можно было просто на FIFT пойти. А вот ты бы хотел заниматься старением? Вот мне кажется, это перспективно достаточно. Ну да, это перспективно, но пока мои научные интересы даже туда не выходят. А в чем они сейчас заключаются? Ну вот как раз анализ данных РНК-секвенирование, по-видимому. И анализ данных теперь будет... Я надеюсь, что как бы смогу в науке применять то, чем у меня научили в шаде. Я осуществил позицию, что нельзя сейчас заниматься биологией, вообще не зная информатики. То есть что, к сожалению, биология сейчас настолько сложная, что тебе рано или поздно придется использовать какой-то анализ данных, какое-то программирование и так далее. Это правда? Или все-таки можно заняться такой прям стандартной биологией, вот, без компьютеров? Правда, что всегда есть данные, но кто не знает информатики, вообще, ну, обрабатывать данные в Excel. Но кто знает хоть чуть-чуть, они, как бы, пишут какие-то базовые скрипты на питоне. Так что много этого или нет? Просто... Ну, питон, как бы, бывает тоже очень разных уровней. И, как считать, ты знаешь информатику, если можешь написать цикл и ветвление и распорсить там один файл. А кем ты себя видишь в будущем? Ой, мне кажется, что я бы мог работать, кстати, и в IT-компании какой-нибудь, которая, например, делает биологический софт. Вот, я как-то смотрел, меня вдохновило выступление нового выпускника нашего факультета, на дне выпускников, по-моему, да. Это так у нас называется. И вот люди таким занимаются. Мне нравится. То есть, может быть, даже не в Research and Development в какой-нибудь компании, и не в лаборатории, хотя вот интересно и в аспирантуру пойти, и там получить PhD. Мне кажется, после этого уже можно прямо... Ты собираешься за границу? Ну, я пока не знаю. Мне вот тяжело просто вертеться. И в ШАД поступил, и как бы ни на какую стажировку в этом году не пошел. Мог бы, наверное, в Яндекс это ближе всего, но мне как-то... Азат тебя проконсультирует. Слушай, ШАД много времени отнимает или так? Чуть-чуть? Можно по-разному. Вообще много. Но вот я в этом семестре занимался... В апреле где-то я очень устал, так как-то выгорел скорее. И я делал там по минимуму в ШАДе половину от каждой домашней где-то, и я смог там один курс закрыть до дедлайнов мая, как надо, чтобы меня не отчислили. Потом один в июне, один в июле, но все-таки на чисто зачеты, то есть удовлетворительные оценки. И при этом на ФББ у меня оценки не пострадали, но... Смотри, ты школу закончил с красным, да, получается? И ФББ ты тоже сейчас красным заканчиваешь. Ну, пока идет средний, который подходит. Ну, да, подходит. Отлично. А ШАД у тебя удовлетворительный? Ну, у меня там... В прошлом семестре у меня две отличные, одна удовлетворительная. А в этом все три удовлетворительные. Ну, это тяжело. Но ШАД это жесть. Многие говорят, что это... Да. Ну, вот на эти удовлетворительные я много времени не тратил, но просто как раз потому, что мне было уже тяжело. И я пытался за что-то взяться, но совсем было как-то неинтересно. Понимал, что надо делать, но сил на это не было. Руслан, собираешься уезжать из России в будущее? Я не хочу уезжать навсегда. Мне нравится, как моя сестра пожила в Голландии пару лет, там поучилась, поработала и вернулась. Я бы вот... Было бы интересно в аспирантуре там, допустим, где-нибудь тоже поучиться, а потом, может быть, вернуться. Но хотя кто знает, как бы говорят, что если люди там уезжают на четыре года, то потом уже мало возвращаются. Ну, а может быть, у меня как бы аспирантура будет в России. А кто она по специальности, кстати? Моя сестра, бакалавриат, архитектор по магистратуре, уже урбанист. А, ну то есть вы далеко друг от друга достаточно? Далеко, но вот мне как раз интересно по жизни всякие там автобусы. Урбанизм, то есть? Да. Это тебя объединяет Саша с Захарковым, кстати. Не подписан на его Телеграм? Нет. Нет. А у тебя, кстати, есть свой Телеграм? А у меня очень личный, только для близких друзей. Понял. Ну ты вообще, я так понимаю, человек, который не очень любит публичность свою? Ну да, просто как бы это всегда какие-то там риски. Тебя много знают и со всех сторон как бы. А ты когда пришел на первый курс, тебя там все узнавали, наверное? Да, день первокурсника в МГУ. Знаешь, у нас же одновременно было, я там, меня со всех сторон. А можно сфоткаться? Как бы со всеми фоткался, меня отмечали. Как-то от DSL отхожу там, мне видеоинтервью записали девочки с факультета ВШССР. А потом я с ними на профстарте познакомился, немножко покринжевали. Потом нормально общались. А было такое, что однокурсникам, одногруппникам родители уже все уши про меня прожужжали, они меня заочно уже возненавидят. Ну нормально. Опять же общались, потому что человек, я все-таки, как личность, я все-таки существую вне контекста этих экзаменов. Ну, мне кажется, ты такой, который, в принципе, может потусоваться и не только сидеть за учебниками, и все. Да, конечно, ты на костер, на биостанцию съедешь. Это я понимаю. Да, биостанция, костер, это класс. Вот касательно твоей учебы, какое было социальное окружение у тебя? Там у вас вообще очень высокие баллы. В университете? Да, в университете. У нас, ну, есть как бы бюджетники, у которых очень высокие баллы, там, больше, чем 460 за экзамен, за 5 экзаменов. Вот включая это ДВИ в МГУ, которые нереально сдать там на 100, если у тебя одна ошибка, то это уже 80. Да, да. Ну, и платники разные. Есть люди с не очень высоким баллом, которые потом хорошо учатся. Есть, ну, платники, которые на бюджет переводятся. Просто там кому-то в школе эти экзамены, как формат, может быть, и как сами предметы не особо были нужны, а в университете уже все интересно, ты учишься для себя. Да. И все экзамены другие, можно как бы, может быть, это тебе больше подходит, и тогда уже можно с платки на бюджет перевестись, когда есть места. А вот ты, когда поступал в МГУ, тебя родители поддерживали в этом? Ну, то есть, они тебе советовали, может, другой какой-то вуз или что-нибудь такое? Ну, нет, мама как раз мне говорила, вот в университете... Мне тут письма из фистеха шли. Давай как-то. Просто мои родители МГУ окончили, факультет почвоведения. То есть, как раз почти с твоей школы сейчас. Ну, тематика похожая, имеем в виду. Ну, да, и вообще в соседнем корпусе, и мама у меня работает в университете, так что если что-то нужно, я к ней иногда в лабу захожу, там попрошу напечатать что-нибудь. Достаточно удобно. Хотя можно и в своей лаборатории печатать, но проще попросить маму, а она может и занести там по пути на факультет. А никто из конкурентов ШАДА не звонил, знаешь? Алло, не иди в ШАД, там опасно. Да нет, просто ШАД никто... И ШАД никому не рассказывал, что я к ним поступаю. Во-первых, во-вторых... А мне кажется, это была бы классная пиар-компания. Ну, в 20-м году уже про меня никто особо не говорил. Во-первых, а во-вторых, конкуренты ШАДА просто не очень понимаю. Это очень специфический формат, как анализ данных. Я вот онлайн-школы какие-то скорее знаю. А там, ну, есть какие-то школы программирования еще там у Озона, у Сбера. Но это скорее больше про программирование, а в ШАДе именно вот про статистику и Data Science. Уникальное место, по-моему. Подожди, подожди. Сколько ты зарабатываешь? Ладно, шутка. Ну, в лабе платят там пару раз в год по грантам, тысячи сорок, там, не знаю. То есть, типа, не зарабатываю регулярно, но, типа, раз в году 80 тысяч могут заплатить. А просто вот, типа, в российских... А ты повышку получаешь, извините? Один раз получал. У нас очень большой конкурс на факультете всех научной статьи. У меня пока нет. А чисто по общественной деятельности сложно пробиться бывает. Я занимался на первом курсе. Вот. А мне в старой лабе, как бы, я занимался в очень свободном, таком расслабленном темпе. Данные там подготавливал. Но их надо нормально еще все переделать для статьи. И чем я сейчас пытаюсь заниматься, прежде чем уйду окончательно в новую лабу. Слушай, а в России есть компании, в которых вот что-то подобное делают в таком большом масштабе? Ну, как Яндекс для программирования, допустим. Просто интересно. Такие прям огромные компании, связанные с биоинформатикой. Даже затрудняюсь сказать. Мне кажется, это обычно какие-то компании, типа вот биотехиндустрии или... Мне кажется, в Сколково этим занимаются. Ну, в Сколково, да. Есть магистратура Life Sciences, там есть биоинформатика. Но биоинформатика, да, это просто вычислительная молекулярная биология. Не то, чтобы на этом... Мне кажется, на такой достаточно фундаментальной области можно построить индустрию. Так, подписывайтесь на Инстаграм Руслана, оно высветится где-то тут. И будет в ссылках. Азат, я думаю, вы знаете, что надо подписываться на его Телеграм и Инстаграм. Также он начинает вести свой подкаст. Тоже подписывайтесь, ссылка будет в описании. Ну, и, конечно, можете подписаться на мой Инстаграм и Телеграм. Мне кажется, что в Телеграме я пощу полезные и интересные вещи каждый вторник. Так что, пожалуйста, подписывайтесь. С вами был Глеб Соломин. Воскресный подкаст. Спасибо, Руслан. Спасибо, Азат. Пока. Следующий выпуск. Воскресенье в 20.00. Покажи ногти, Руслан. На камеру, на камеру. Такие красивые ногти просто. Не надо только лицо делать. А давайте все. Нет, давай так. Красивые ногти все. Руслан, красивые ногти. Ставьте лайки. Это твоя кличка. Ставьте лайки. Ставьте лайки.